Дата 26 апреля стала особой не только для граждан Украины, Беларуси, России, но и для всего мира. Все цивилизованное человечество в этот день вспоминает о событиях на Чернобыльской АЭС, о тех, кто не жалея жизни и здоровья, встал на борьбу с радиационной стихией. Прошло всего 34 года, и во все еще экологически опасной зоне забушевали пожары. Несколько недель подряд в Чернобыльской зоне, в двух километрах от коронилищ опасных радиоактивных отходов под Лесное, горели леса. Пожарная авиация сбрасывала тонны воды, чтобы потушить тысячи гектаров, затянутых густым черным дымом, и предотвратить пожар, который мог стать продолжением катастрофы 26 апреля 1986 года. Аварий на Чернобыльской АЭС, которая, как и все радиационные аварии, классифицируется по международной шкале ядерных и радиологических событий ИНЭС, был присвоен седьмой уровень из восьми существующих. Седьмой уровень опасности означает крупную аварию, при которой появляются обширные последствия для здоровья. Данные по экономическому ущербу, а также по количеству погибших и пострадавших от последствий аварий на Чернобыльской АЭС превосходят цифры любых других катастроф. Ее считают крупнейшей аварией за всю историю атомной энергетики. 26 апреля на четвертом энергоблоке атомной электростанции произошел взрыв, что привело к полному разрушению реактора. После этого остатки активной зоны стали расплавляться, смесь из расплавленного материала, песка, бетона и фрагментов топлива растеклась по подреакторным помещениям. В результате аварии произошел выброс в окружающую среду радиоактивных веществ, в том числе изотопов урана, плутония, йода-131, у которого период полураспада равен восьми дням, цезия-134, период полураспада два года, цезия-137-30 лет и стронция-90, у которого период полураспада равен двадцати восьми годам и восьми месяцам. Международная независимая неправительственная экологическая организация Greenpeace и Международная организация врачи против ядерной войны говорят, что в результате катастрофы погибло около десяти тысяч ликвидаторов. У десяти тысяч новорожденных в Европе зафиксированы случаи уродств и еще у десяти тысяч рак щитовидной железы. Кроме того, онкологические заболевания ожидаются еще примерно у пятидесяти тысяч человек. Один из ликвидаторов рассказывает, «Хотя мне было тогда всего 46, уже через год от полученной радиации здоровье посыпалось, появились различные заболевания, перенес инфаркт и больше десяти хирургических операций. Сегодня я инвалид второй группы, нахожусь на учете в областном онкологическом диспансере. К сожалению, с каждой годовщиной трагедии нас, чернобыльцев, становится все меньше и меньше. Хоть немного продлить жизнь могло бы санаторно-курортное лечение, но, увы, оно сегодня не всем по карману». Всего в мировой истории зафиксировано два случая аварий подобного уровня. Вторая глобальная катастрофа произошла 11 марта 2011 года в Японии. В тот день в стране восходящего солнца было зафиксировано сильнейшее в ее истории землетрясение и последовавшее за ним цунами. Землетрясение полностью обесточило атомную электростанцию «Фукусима-1». Более того, оно привело к отказу резервных источников электроснабжения. В связи с этим все системы нормального и аварийного охлаждения стали недееспособны. Без должного охлаждения на энергоблоках первом, втором и третьем расплавилась активная зона реакторов, а на энергоблоках первом, третьем и четвертом взорвался водород. Из-за этого произошел сильный выброс радиоактивных материалов в окружающую среду. Радиоактивное загрязнение привело к эвакуации 164 тысяч людей. Уже после эвакуации более тысячи человек погибло из-за физического или психологического стрессов, при этом летальный исход у 70% наблюдался в течение первых трех месяцев после эвакуации. Комментарий директора Чернобыльской атомной электростанции. Японцы сегодня пытаются подать туда воду из вертолетов и с водометов. Действует здорово. Все, что я могу, готов встать на колени и преклониться перед персоналом, который выдержал такой страшный удар. Персонал там удар выдержал не менее серьезный, чем в Чернобыле, уверяю вас. Один блок – это один, а четыре блока – это четыре. Единственная в истории радиационная катастрофа шестого уровня была зафиксирована 29 сентября 1957 года на территории СССР. Кыштымская авария произошла на химкомбинате «Маяк» в результате выхода из строя системы охлаждения. Воспламенилась одна из закрытых специально оборудованных емкостей для хранения высокоактивных радиоактивных отходов. Социально-экологические и экономические последствия аварии оказались очень серьезными. Из-за аварии радиоактивному загрязнению подверглись водоемы, пастбища, леса и пашни. Из-за последствий катастрофы были отселены и захоронены 23 населенных пункта. Примерно 80 тысяч людей было вынуждено покинуть места своей жизни. Но были и те, кто, вопреки аварии, решил остаться жить на загрязненной радионуклидами территории. Мировая история насчитывает шесть аварий пятого уровня. Первая из которых произошла 12 декабря 1952 года в Чок Риверской лаборатории в Канаде. К сожалению, эксперименты не всегда оказываются удачными. Так произошло и в этом случае. Из-за ошибок оператора и сбоя в системе аварийной остановки мощность реактора вышла за допустимые пределы. Это повлекло за собой кипение теплоносителя и расплавление топлива, которое впоследствии вылилось на землю и едва не попало в близлежащую реку. Следующая авария пятого уровня стала крупнейшей в истории ядерной индустрии Великобритании и была зафиксирована 10 октября 1957 года. На этот раз тепловой взрыв и последовавший за ним пожар на газо-графитовом промышленном реакторе произошел из-за ошибок персонала и отсутствия контрольно-измерительных приборов. Облако радиоактивного выброса прошло над центральными районами Англии и достигло Европы. По оценкам Национальной комиссии по радиологической защите, смертность населения от заболевания раком могла увеличиться примерно на 0,015%. Всего через 4 года на американском экспериментальном ядерном реакторе SL-1 произошла следующая авария пятого уровня. 3 января 1961 года по неизвестным причинам из ядерного реактора был извлечен управляющий стержень. Последствия оказались глобальными. Произошла неуправляемая цепная реакция, топливо сильно нагрелось, вследствие чего произошел тепловой взрыв. Авария стала причиной моментальной гибели трех человек, а также расплавлению ядерного топлива и загрязнению окружающей среды. Следующая авария пятого уровня является самой крупной катастрофой в коммерческой атомной энергетике США. Авария на атомной электростанции 3 Mile Island произошла 28 марта 1979 года из-за незамеченной вовремя утечки теплоносителя первого контура реакторной установки, что повлекло за собой потерю охлаждения ядерного топлива. Все здания атомной электростанции получили сильное радиоактивное загрязнение. Однако за пределы завода загрязнение не вышло. Коммерческий ущерб США был в том, что из-за этой аварии усилился кризис в атомной энергетике в стране, а также отменилось введение в работу 71 атомной электростанции. Выдача лицензий на строительство новых атомных электростанций с 1979 и вплоть до 2012 года не производилась. Спустя 6 лет на атомной подводной лодке Советского Тихоокеанского флота произошел еще один взрыв пятого уровня. 10 августа 1985 года в бухте Чажма проводился перезаряд активных зон реактора. Как это обычно бывает, срок сдачи работы затянулся, и все исполнители находились под сильным давлением со стороны начальства. Правый реактор перезарядили нормально. Что касается левого, то уже после установки заметили его негерметичность. Дело в том, что сборку реактора выполнили неаккуратно, и под уплотнение верхней крышки попал агарок сварочного электрода. Из-за этого крышку пришлось снимать для очистки. По причине затянутости сроков исполнители и начальства пренебрегали нормами безопасности, так как обычно это никак не мешало выполнению работы. Однако в тот день, несмотря на сигнал ограничения скорости, мимо подводной лодки на 12 узлах прошел катер торпедолов. Волна от катера перекосила крышку реактора, и началась ядерная реакция, что привело к тепловому взрыву. Авария повлекла мгновенную гибель 11 человек. Около сотни получили облучение. Последняя авария пятого уровня произошла 13 сентября 1987 года в Бразилии. Причиной этого радиационного случая стало обыкновенное любопытство. В 1987 году мародеры украли из заброшенной больницы деталь из установки для радиотерапии, содержащую радиоактивный изотоп цезий-137 в виде хлорида цезия, после чего выбросили на свалку. Спустя некоторое время владелец этой же свалки обнаружил деталь и вместо того, чтобы оставить вещь на своем месте, забрал ее к себе домой. Посмотреть действительно было на что. Внутри детали красивым голубым светом отливал порошок. Мелкие частицы радиоактивного излучения быстро стали нравиться друзьям и знакомым. В течение нескольких недель порошок набрал большую популярность. Люди стали брать его себе, передавать другим в качестве подарка, натирать им кожу. В результате уже через неделю после первого контакта с порошком у многих людей появилось ухудшение здоровья, а через месяц четыре человека скончались. Из-за своего любопытства владелец свалки потерял нескольких членов своей семьи, а также двух наемных рабочих. Сразу после инцидента многие люди проходили курс лечения, некоторые проходят его до сих пор. Сам владелец свалки получил высокую дозу облучения, однако умер только в 1994 году от рака. Весь материал, контактирующий с порошком, закопали на холмистой территории одного из предместий города. Теперь эту землю можно будет использовать только через 300 лет. Всего в мире было зафиксировано 28 аварий, из которых двум присвоен седьмой уровень, шести авариям пятый уровень, четырем шестой, и одна из аварий находится на грани между третьим и четвертым уровнями. Для большинства других зафиксированных катастроф присвоенный уровень не выявлен. Ставьте лайки, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Субтитры создавал DimaTorzok